друзья всем привет сегодня решили снять небольшой обзор про аккумуляторы для электромоторов и холод несколько лет назад я приобрел электромотор фирмы минкота на 30 ампер соответственно дальше у меня стояла задача приобрести какой-то аккумулятор чтобы плавать значит долго я искал решался что купить специализированный аккумулятор или какой-то еще но на тот момент выбор мой остановился на обычном автомобильном аккумуляторе вернее не совсем обычно значит несколько лет назад в линейке фирмы оком появились вот такие вот аккумуляторы значит серия ультиматум которая предполагала использование не только на автомобиле но и для использования с различными лодочными моторами или тяговыми средствами елкость этого аккумулятора было 60 ампер часов что в принципе мне хватало и для автомобиля и для плавания но использовал я буквально его один год пока мой аккумулятор на автомобиле основной не сдох да хочу еще сказать что этот аккумулятор у меня не стоял на автомобиле а был как бы запасной то есть я его купил на будущее пока докатывал свой старый аккумулятор этот у меня использовался для плавания вот значит спустя несколько лет точнее два три года я все-таки решил приобрести более мощный аккумулятор на 100 ампер часов и выбор мой пал на фирму сибанк сейчас я расскажу подробней сначала хотел бы рассказать про виды аккумуляторов какие бывают ну все вы знаете что бывают несколько видов это кислотные аккумуляторы это гелевые аккумуляторы а gm также нигель кадмиевые и литий-ионные ночи обо всем порядку но кислотные вы все знаете это автомобильные аккумуляторы электролитом которого служит серная кислота которая заливается между сепараторными пластинами и служит проводником гелевых аккумуляторах используется система заливки геля а gm немного похоже на гели но она гелем пропитывается пористое стекловолокно в данных аккумуляторах никель кадмиевые аккумуляторы но в основном используется для электроинструмента так как они дорогие и у них с высокий саморазряд литий-ионные аккумуляторы это ноу-хау но при своих огромных минусах это большая цена и сложность работы в отрицательной температуре то есть они очень быстро разряжаются и также при высоких температурах они взрывоопасны то есть при всем при легкости да ну один большой плюс это легкость этого аккумулятора вот значит ну кислотные аккумуляторы к минусу нах относится то что они нельзя их использовать в наклонном виде то есть их нужно переносить только в одном положении в отличие от гелевых и а gm их можно устанавливать в любом положении горизонтально вертикально поворачивать один из аккумуляторов гелевых да это а gm технология используемая для холодов на 7 ампер часов 12 вольт который мы используем да то есть его можно и горизонтально вертикально устанавливать кислотные аккумуляторы с кислотными такое делать нельзя если разобрать что производители аккумуляторов для лодочных электромоторов то можно подразделить их на три основных вида и данные аккумуляторы есть один сайт на котором они обширно представлены то есть основные виды аккумуляторов марки так сказать которые пользуются большим спросом и зарекомендовали себя это аккумуляторы фирмы соответственно минкота и зарядные фирменные устройства к ним аккумуляторы фирмы троян которые тоже очень рекомендовали себя и относительно стоит недорого то есть они являются тоже свинцово-кислотными и гелевыми технологией также есть фирма дека ну вся эта фирма представлена на одном сайте минкота то есть они собрали у себя все самое топовое трендовое да и объединили в одно какие здесь можно посмотреть виды да то есть у каждого аккумулятора есть несколько типов в этих же самых фирм и свинцово-кислотные минкота троянные есть свинцово-кислотные есть гелевые также есть и литий-ионные но вы видите разницу в цене например на 110 ампер часов аккумулятор литий-ионный стоит 114 тысяч рублей но не каждому рыболову потело потратить 114 тысяч рублей чтобы обеспечить себя более легким аккумулятором для рыбалки поэтому я считаю что это не целесообразно дальше если рассматривать варианты дека ну будем рассматривать прием к 100 105 ампер часов ну самый оптимальный недорогой вариант получается на этом сайте дека да есть 27 до осенцово-кислотный который стоит 14 тысяч ну как бы тоже ценник не совсем адекватный но по крайней мере он дешевле чем фирма минкота значит данный аккумулятор фирмы сибанк в прошлом году я взял по цене 9000 рублей с фирмы сибанк работает середины прошлого века это корейская фирма основном занимается производством только аккумуляторов в европейских рынках она мало известно но делает сейчас все чтобы выйти на рынок ему захватить его львиную долю как бы как я узнал про эту фирму была фирма марати и был у них аккумулятор марати марин изначально я хотел взять его но в прошлом году у них закончилось производство этих аккумуляторов и временно перестали возить ну и пообщавшись с продавцами они сказали что было достаточное количество брака у той фирмы марати да и возвращали то есть два три года они отрабатывали вот мы предложили эту фирму сибанк несколько дней поселила погуглил почитал и в принципе установил свой выбор на этом аккумулятор эта серия также является серия аккумуляторов marine которые используются для именно для электромоторов лодочных для другой техники где требуется именно заряд аккумулятора в чем отличие от данного аккумулятора в принципе как бы это позиционируется как аккумулятор глубокого разряда но все-таки данный аккумулятор выполнен немного по другой технологии ну значит в чем их сходство да все они идут кальцевыми значит про технологию рассказывать не буду посмотрите где-нибудь в интернете очень отдельная тема значит данный аккумулятор когда я приобрел здесь в принципе на инструкции наклейках все предельно ясно весен срок дата изготовления его указано указан ток зарядки и напряжение зарядки что немало важно потому что сколько я искал как заряжать аккумуляторы кальция очень много разновидностей много советов и все они основываются на разных теориях кто-то предлагает держать 16 вольт 14 4 14 7 лучше когда производитель сам указывает напряжение зарядки ну как допустим на этом аккумуляторе вот вот аккумулятора есть два типа клемм то есть одна клемма обыкновенная для зажимов и клемма под болт то есть если я беру аккумулятор на рыбалку и просоединяю электромотор и хочу просоединить холл раньше я брал два аккумулятора с собой то есть небольшой 7 амперный и основной аккумулятор либо этот ну либо приходилось как-то там присоединять там дополнительные клеммами что там удобно неудобно для этого аккумулятора я сделал такое специальное приспособление с наконечниками такой переходничок то есть у меня есть основной провода к этому холоту который если я плыву без электромотора его обычный маленький аккумулятор подсоединяюсь к нему там я сделал к этому выходу присоединяем точно такие же кераметичные наконечники то есть и при стыковке присоединение этого провода мы образуется нас кераметичное соединение да то есть мы его прикрепляем уже к отдельным болтам и спокойно выводим на эхолот после приобретения аккумулятора у нас встает вопрос чем же его заряжать вопрос этот фирменных аккумуляторах фирмы минкота и прочих решен просто у них есть дополнительные фирмы фирменные зарядные устройства которые продаются отдельно и подключаются именно к данному аккумулятору то есть они автоматически начинают заряжать ваш аккумулятор так же на этом сайте минкота они представлены цена у них соответственно тоже не дешевая порядка десяти тысяч рублей и выше ну что для обыкновенного рыболова скажем так не очень бюджетно как вышел из этой ситуации я приобрел аккумулятор вернее зарядное устройство точнее зарядно-предпусковое устройство фирмы орион которые делают в нашем санкт-петербурге остановил я свой выбор именно на этом устройстве потому что у него есть возможность регулировки от 0 5 ампер до 15 то есть я могу заряжать этим устройством как аккумулятор обычный для холода 7 амперный так и тяжелый аккумулятор для электромотора вплоть до 150 ампер часов потому что данное зарядное устройство позволяет нам устанавливать максимальный ток 15 ампер по напряжению мы можем использовать зарядное устройство от 5 до 18 вольт то есть что в принципе тоже расширяет круг его действий то есть также в лютую зиму можно использовать его как предпусковое устройство если у вас просел очень сильно аккумулятор и у вас есть источник питания розетка недалеко вы живете в частном доме вы спокойно можете подключить его напрямую клемму 5-10 минут постоять и завести двигатель этого автомобиля вот в принципе про аккумулятор фирмы sebank хочу сказать что хватает мне его практически на день даже еще остается заряд в отличие от 60 ампер часов автомобильного аккумулятора но при этом хочу вам дать совет все-таки если вы используете обычный автомобильный аккумулятор 60 55 70 ампер часов ну если вы приехали на рыбалку сняли с машины ну либо у вас есть дополнительный то есть аккумулятор используйте его как запасной не рекомендую вам разряжать их меньше 12 вольт потому что все таки даже если вы как на этом аккумуляторе написано что он глубокого разряда все равно производители лукавят и глубокий разряд он быстрее убивает ваш аккумулятор особенно автомобиль данный более специализированный аккумулятор и аккумуляторы гелевые джи можно разряжать до десяти с половиной вольт как бы это получается самый глубокий разряд для аккумулятора соответственно таких циклов разряда у вас соответственно будет меньше но оптимальная разрядка аккумулятора допустимая чтобы он вас прослужил долго это ну 11 11 с половиной вольтов все таки то есть если вы используете в месяцах а вот он там есть индикатор напряжения либо рекомендую купить какой-нибудь вольтметр установить его на аккумулятор чтобы вы могли контролировать иначе вы его убьете и также после каждой рыбалки обязательно в течение дня сразу же рекомендую ставить аккумулятор на зарядку иначе если вы разрядили аккумулятор этот либо этот либо какой-нибудь фирме гелевый или еще какой-нибудь в ноль и оставили вон определенное время то есть вероятность того что ваш аккумулятор уменьшит срок службы процентов на 50 то и на 70 то есть будут служить гораздо меньше вам ну вот и все что в принципе хотел рассказать про аккумуляторы про зарядное устройство если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии буду рад с вами общение всем пока до новых встреч